Всем привет! Очень рада снова вас видеть на своем канале. И сегодня каротиночка о декоративке, которую я использовала. Некоторые продукты вы у меня уже знаете, а другие вы не знаете. Я сделала также макияжное видео вот этого вот макияжа. Если оно более-менее получилось, то я его выложу на канале. Если нет, то, соответственно, нет. Я не умею снимать макияжные видео, и это не урок макияжа. Это просто то, как я делаю макияж, но и болтаю во время макияжа с вами. Да, сразу реклама. Вот такой вот маникюрчик. Ему уже несколько дней, так что не обессудьте. У него уже вид весьма потрепанный. Но на самом деле он был изначально симпатичным. Так что, если вам интересно, то будет, наверное, ну вот, не знаю, после этого, после следующего видео. Вот это вот маникюрное видео. Ну и макияж я сделала в осенних тонах. А чем я его делала, это, как всегда, тональный крем у меня неизменно, все тот же Maybelline Anti-Age. Я его показываю из видео в видео с губочкой. Это точно такой же консилер. Тональный крем это Cameo 20, а консилер это 03 Fea. И еще я использовала вот этот вот всем известный катрис-камуфляж в номере 010 Парцелан. Ну, в общем-то, тут ничего интересного. Они у меня повторяются из видео в видео. Далее на межресничку и на немного как бы сверху мой нескончаемый крохотный обрезочек, как грызочек ланкомовского коричневого карандаша. Но это неинтересно. Стрелку я делала Maybelline Matte Ink. Мастер Инк, извините. Это матовая подводка. Тоже она у меня из видео. Видео довольно часто повторяется. Она неплохая. Но у меня она уже идет к концу. Так что на ней останавливаться не буду. А тушь это вот эта вот лореалевская Air Volume Mega Mascara. И особо я ей не довольна. Очень-очень много наслаивала. Она действительно черный цвет дает. Но объем, который она обещает, она не дает. На губах у меня вот этот вот продукт. Это от Douglas. Номер, к сожалению, я не нашла. Видимо, он когда-то был истерся. Называется, это блеск. Это не помада. Это блеск называется Absolute. И выглядит это... Ну вот у меня на губах. На мне все блески яркие. Он такой коричневатый. И вот примерно так он выглядит. Мне нравится. Липковатый. Ну, как все блески, в общем-то. К сожалению, мне темные помады не идут. И это даже для меня слишком темно. Но как есть. Освещение, кстати, у меня плохое. Да, а теперь пошли новые продукты, которые вы у меня еще не видели. Я их еще не показывала ни вам, ни сама еще не пользовалась ими. Но они на самом деле давным-давно... Я не знаю, есть ли в продаже еще или нет. Наверняка есть. Но они уже очень-очень давно. Это вот на глазах у меня вот такая вот палетка от Makeup Revolution. Это называется она Reloaded. Так, я уже пока тут влезла кофтой в блеск. В свотч. И надо было его убрать. Да, Reloaded. Iconic Fever называется. Вот так вот это выглядит. Вот такая вот палеточка. И выглядит она вся вот в осенних таких рыжих, коричнево-бежевых тонах кирпичных. И в ней сделаю я вам отдельно свотчи. Сейчас уже я не буду делать свотчи. Я думаю, в ней много матовых. Они все пыльные, но они достаточно пигментированные. А блестяшки не такие очень-очень мягкие, скажем так, сатины, что ли. То есть не металлики. И они на палец набираются шикарно. И пальцем ничего. А кисточка не очень мне понравилась. Но у меня без базы. Вот то, что вы видите. Это макияж глаз сделан, конечно же, не всеми цветами. А я использовала вот эти вот четыре. Четыре, да, да, четыре вот эти самые светлые. Это как бы сатин, так называемый. И вот эти вот три матовых я использовала. Дальше я использую вот этот вот центральный кирпичный. Это тоже матовый. И вот этот вот последний в среднем ряду тоже кирпичный. Такой рыжий кирпичный. И вот этот вот в уголочке внизу темно-коричневый. Это два, ну, так называемых сатина металлика. Я уж не знаю, что. Да. А, и вот этот вот я еще использовала металлик по центру. То есть, в принципе, я попробовала не все. Не все. Ну, в другой раз я попробую остальные. И свотчи я вам сделаю, я думаю, отдельно. Может быть, я вставлю просто видео здесь. В это видео просто свотчи этой палетки. Вот еще раз, как это все выглядит на глазах. И далее в качестве бронзера я использовала... Сейчас у меня все будет опять падать. Очень неудачно. Я использовала вот такую огромную шайбу, гигантскую. Видите, она, ну, просто гигантская. Это вот Essence Bronze This Way Matte Bronzer. И для темной кожи. Я как-то так немножко прогадала, зачем я его купила, я не знаю. Ну, в принципе, он достаточно пигментированный на самом деле. Чуть-чуть смочила кисточку, уже все, уже пигмент пошел. Называется 02 Rolling... А, нет, Роринг Сан. Вот. Я не знаю, вот это была какая-то, по-моему, элементированная коллекция. Но, может быть, их еще продают. Обычно это все еще долго продается. Или, по крайней мере, что-то подобное. Свотч. Ну, я не знаю, можно сделать. Смотрите. Вот. Достаточно темный, в принципе. И сделаем здесь. То есть, вот совсем чуть-чуть прикоснулась. И вот уже видно, что он достаточно темный. Вот такой вот бронзер еще раз. Матовый. Матовый бронзер. В качестве хайлайтера я использовала вот такой вот хайлайтер. Тоже не знаю, они продаются еще или нет. От Catrice. Правильно. 8 грамм. Limited Edition. Лимитированная. Glow in Plume. Хайлайтер C02. Daisy Blossom. Вот. Опять же, продаются они еще или нет. Я не знаю. Они лимитированные были. Но, мне кажется, возможно, еще продаются. Это самые темные. Их было, по-моему, 4 штуки. И это такое розово-шампанского цвета. Вот. Смотрите, какой он. Он шикарно, кстати. Видите, набирается на палец. Но кисточкой он не так, чтобы прям передается. Здесь, да, нормально. Надо было, наверное, пальцем наносить. И если его распределить, то вот видите, такой, в принципе, даже, наверное, мокрый блеск получается. То есть, в общем, он неплох. Совсем неплох. Надо было пальцем попробовать. Но я не попробовала. Вот еще раз. Вот такой вот хайлайтер. И палетка у меня новая, опять же, которую вы меня не видели. От BH Cosmetics. Это 4 разных палетка с 4 разными румяными. Тоже я решила попробовать. Это Chocolate Cherry Truffle. Труфели шоколадные. Почему-то вишневые. Ну и вот так вот это выглядит. Такая симпатяшка. Она с зеркалом. И вот 4 вот таких вот цвета. Пока я попробовала только вот этот вот цвет. Да, вот этот. И вот сейчас я вам покажу. Вот так это выглядит. Я, по-моему, кстати, на хайлайтер сверху. Да. Сейчас я тогда другим пальцем сделаю. Вот, подождите, мизинцем я сделаю вот так. И вот так вот это выглядит. Достаточно яркий. И сделаю сводч вот где-то здесь. Да, вот он яркий. То есть напятнить им, в принципе, можно. Такой бархатистый, приятный. Кстати, пахнет такой ванилькой. И немножечко, мне кажется, с блеском чуть-чуть. Вот такая вот еще раз палетка. Еще раз я попробовала вот впервые все 4 продукта для меня как бы новые. Вот еще раз их сводчи. Наверное, я сделаю вам отдельно сводчи вот этой палетки. Ну и, собственно, всех остальных. Вот то, что у меня на пальцах осталось. Ну и все. Если получится, как я говорю, макияжное видео, я его выложу следующим. Все. Всех целую. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok